О, какую мы здоровую волну сейчас догоним! Всем привет! С вами Андрей Санар, и сейчас я проиллюстрирую, что такое сапожник без сапог. Вот, казалось бы, у меня может быть любая экспериментальная лодка для любых условий, чтобы выходить хоть в море, хоть в маленькую лужицу разной лодки. Так оно, в общем-то, и было, но внезапно настала ситуация, когда надо выходить на морскую рыбалку за корюшкой, а лодки-то моторной нету, все экспериментальные образцы на аукционе проданы. Еле-еле на складе нашел вот эту лодку. Но, что это такое? Это гоночная лодка! Это прототип гоночной лодки, который вообще не задумывался, как для рыбалки. Вот, в ней все не так, как у рыбацких лодок. Вот даже банка, она здесь стоит не для того, чтобы на ней сидеть. Банку сдвигают сюда, пилот-гонщик садится на палубу, держится рукой за банку и рулит мотором на большой скорости. Донышко сделано такое, что баллоны вообще не касаются воды нигде. Лодка идет только на донышке, очень в неустойчивом положении, зато с очень высокой скоростью. И вот как сейчас она пойдет по волне с чисто рыбацкими целями, я вообще не знаю. Ну, в общем, сейчас и попробуем выйти на этой лодке на воду. На ней даже уключен нету. Вот сейчас вот ветер в лицо, выгребать против ветра. А уключен-то нету, не предназначена лодка для гребли. Байдарочное весло взял. Не знаю, как будем выгребать, ветерок-то сильный. Погнали! Погнали! она сейчас на донышко выйдет и вот тогда уже начнется страшно не надо на донышко но как она обновленно Хороша! Ооо, какая волна! Волна, волна, волна! Волна, 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 волна! Опа! О, волна, волна! А, как? Коску даже поддал, чтобы... Крайсинки. Крайсинки даже еди, вот, за старину. Ну, в катарке, я, как, короче. Ну, в общем, рыба не клюет, не рыбалка, а черти что. Якорь нормально не держит. Ну, в общем, рыба не клюет, не рыбалка, а черти что. Ветер дует, волна качает, и что-то мне уже рыбу ловить расхотелось. Так что, наверное, сейчас еще немножечко постоим и двинем к берегу. Что было полезного, это, так скажем, экспириенс по применению гоночной лодки в мирных целях, то бишь на рыбалке. Едет она, на удивление она едет. Чуть скорость стоит добавить, она на донышко выходит, встает вот на этот свой резкий киль и идет как по рельсам, ровно по волне. Вот так вот идет. Так что, можно будет подумать, а не сделать ли на базе такого корпуса чего-нибудь рыболовное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Давай, летели. О, какую-нибудь здоровую волну сейчас догоним. Нагнали. Ты слышишь, ты качай, ты делай, ты меня в жопу. О, подъем! Смотри, как идем. Видишь, газа немного дают. Вот если она догонит нас, то будет через транец по полной. Не знаю, говорил ли я или нет. Эта лодка называется Перехватчик. Создана была именно для участия в гонках, но так и не доведена до кондиции. Но, как оказалось, она вполне пригодна для рыбалки. Сегодня погодку нельзя назвать тихой, мирной. Волна, ветер. Тем не менее, все нормально. Немножко брызг поймали, но никакого там заливания или чего-либо подобного не произошло. А брызг наловились только из-за моего ненужного лихачества. Вот такое интересное донышко у перехватчика. Очень такое сильно келеватая. И как только лодка выходит на глис, она приподнимается и идет только на донышке. Баллоны вообще в воздухе висят. Здесь пластина интерцептора, которая сразу выравнивает положение лодки, как только лодка на глис выходит. И поэтому лодочка очень хорошо едет. Ровненько и быстро. Ехал довольно аккуратно, но очень понравилось то, что вообще газу практически даже давать не надо. Чуть-чуть газу дал, она все уже несется на хорошей скорости. Вот этим, наверное, и будет цена эта лодка. Для тех, кто хочет в экономичном режиме, в полгазика, но при этом на высокой скорости идти по рыболовным делишкам. Против ветра! Берем! Пуск! И на мель сели! Красота! Иди к папочке! Иди к папочке! Иди к папочке! Молодец! Хорош! Хорош! Хорош перехватчик! С вами был Андрей Санат. Всем пока!